Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самый лучший вид на Волгу в самом сердце родного края. В Самаре продолжается благоустройство вертолетной площадки. Крупные штрафы за беспечность и забывчивость. В столице региона продолжаются рейды по соблюдению масочного режима на объектах потребительского рынка. Дополнительное озеленение города. В микрорайоне Новая Самара высадили новые деревья – ели и туи. В Самарской области ветераны получат дополнительные выплаты к 9 мая. Такое решение принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К знаменательной дате по 10 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 5 тысяч – труженикам тыла и блокадникам по 2 тысячи рублей, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны. По словам главы региона, эти небольшие средства станут знаком благодарности и мерой поддержки ветеранов. Это они учат детей, строят мосты, доставляют тепло в дома и делают окружающий мир лучше. В преддверии праздника «Весны и труда» чествуют трудовые коллективы региона. Награды перед векам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в сюжете Ольги Хомракуловой. «Человек» – вот главное достояние региона. В преддверии 1 мая в Самарском театре оперы и балета чествовали лучшие трудовые коллективы губернии. Награды труженикам вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Когда еще, когда было время, чтобы три моста через три главные водные артерии нашей области строились? Да никогда. 46 сенсальных объектов за прошлый год, 14 детских садиков, 3 школы, новые поликлиники в Тольятти, в Сызрани, фельдшерские и акушерские пункты. Добиваемся значительных результатов в сфере повышения производительности труда. Кто все это делает? Это делает человек труда. Заводчане, учителя, артисты и дорожники – всех профессий не перечесть. Татьяна Минеева, например, 44 года посвятила озеленению Самары, трудясь в городском спецремстрой «Зеленхоз». Поддержать лауреата от муниципального предприятия приехала и глава Самары Елена Лапушкина. Мы рады, что наши все гости и все жители нашего города радуются приходу весны, нашим цветам, которые мы высаживаем, и очень много высаживаем. Мы хотим, чтобы у нас у всех было праздничное настроение, чтобы наши люди улыбались, встречали праздники в наших благоустроенных скверах, бульварах. Но медали и почетные знамена – это еще не все. По завершении официальной части для передовиков подготовили концерт с участием ведущих творческих коллективов Самарской области. С любимыми жителями города вертолетной площадки вскоре можно будет увидеть не только широкие волжские просторы. Территорию благоустраивают, и уже к лету вертолетка будет встречать гостей во всей красе. Сегодня на месте побывала глава Самары Елена Лапушкина и проверила, как идут работы. Что скрыто за строительным забором увидел и Андрей Горгуленко. Прекрасная территория вертолетной площадки на первый взгляд выглядит уже почти готовой принимать гостей. Но пока пространство все еще скрыто от посторонних глаз строительным забором. Рабочим необходимо завершить озеленение, доделать покрытие в нескольких местах и установить оставшиеся элементы благоустройства. На основной площадке сейчас выполняется еще деревянный настил в двух местах под качели. Произведем монтаж самих качелей навесных. И на ротонды положим поликарбонат. Основную часть работ на этой площадке выполнили еще в прошлом году. Как обновленная территория пережила снежную зиму, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с подрядчиками и оценила качество установленных конструкций. Мы приехали посмотреть, как площадка пережила зиму, какие есть проблемы. Но проблем нет никаких. Прекрасные и растения пережили зиму, и покрытия все пережили зиму. Небольшие необходимые доделки. Ну и конечно, тот план, который у нас есть, надо конечно доделать до конца. Реализация масштабного проекта благоустройства территории стала возможна благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ожидается, что обновленная площадка будет популярным местом для прогулок. А потому подрядчики рассматривают вариант с обустройством дополнительных парковочных мест. С вертолетной площадки открывается, пожалуй, один из самых прекрасных видов на Самару и на Волжские просторы. Пока им наслаждаются только строители. Но уже 1 июля эта красота будет доступна для самарцев и гостей города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А перед тем, как осмотреть вертолетную площадку, глава Самары помогла высадить деревья в микрорайоне Новая Самара. Жителям еще в начале года обещали возместить те деревья, которые пришлось спилить во время строительства микрорайона. Горожане сами выбирали, где они хотят высадить новые растения. На месте побывала наша съемочная группа. Несколько десятков туй и елей теперь украшают небольшую аллею в микрорайоне Новая Самара. Это компенсация населению от городских властей тех деревьев, которые необходимо было вырубить для строительства микрорайона. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала восполнить озеленение территории. Хочу отметить внимание к нашему району, к нашим просьбам. Хочу сказать огромное спасибо за то, что не откладывается в долгий ящик. То есть буквально наше обращение и результат он виден уже через достаточно вменяемое время. Высадить новые деревья у дома жителям помогала и глава Самары Елена Лапушкина. Растения были специально выращены в теплицах и питомниках муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». По просьбе жителей выбрано именно это место, которое является для них таким местом проходным, куда люди идут и на остановки, и в школу, и в магазины. Конечно, сама по себе территория очень красивая. Убеждена, что все деревья до одного приживутся и будут радовать долгие годы наших жителей. Жители пообещали главе Самары бережно следить за новыми растениями. Они отмечают, что среди их соседей много людей, которые любят и умеют ухаживать за деревьями. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе – 61 343 человека. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 184 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписались 58 454 пациента. Проводить вакцинацию в майские праздники нужно ударными темпами. Такую задачу на городском оперштабе по борьбе с коронавирусом поставила глава города Елена Лапушкина. Возможности для этого есть. В городе имеются передвижные ФАПы, в которых можно сделать прививку возле магазинов и рынков. Но чтобы люди охотно шли на процедуру, необходимо проводить разъяснительную работу. Тему продолжит Виктория Шаре. Работу по вакцинации населения нужно усилить во всех районах Самары. Такую задачу на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса поставила глава города Елена Лапушкина. Чтобы создать коллективный иммунитет, нужно привить не менее 60% населения. И майские праздники – подходящий период для тех, у кого нет времени сделать прививку в рабочие дни. В городе в круглосуточном режиме работает прививочный кабинет по адресу Мичурина, 125. Кроме того, для удобства жителей в течение всех праздников будут организованы выездные прививочные пункты возле магазинов и рынков. Чтобы сделать прививку, при себе достаточно иметь паспорт. Если раньше было только спутник, который был с жестким регламентом хранения, где было минус 18 и больше, то сейчас появились и ПИВАК, и КВИВАК, у которых плюс 2, плюс 8. То есть обычный холодильник, то есть это сумка, в которой можно транспортировать эту вакцину. И мы можем на самом деле выезжать и без каких-то специальных безморозильников работать на предприятиях. Поэтому здесь вопросов нет. Чтобы ускорить процесс, главы районов должны провести беседы с руководителями предприятий, магазинов, учреждений, расположенных на их территориях, и убедить в необходимости прививаться. На такие встречи нужно приглашать врачей, чтобы люди могли получить информацию о вакцинах из первых уст. У вас тоже все-таки как главных врачей, как просто врачей, не отстраняться и убеждать людей, что это необходимо сделать. Ну, конечно, без врачебных знаний мы здесь не обойдемся. Кроме того, в режиме ВКС в ближайшее время пройдет совещание с директорами школ. Учителя также должны пройти вакцинацию, поскольку контактируют с большим количеством людей и находятся в группе риска. Виктория Шарая, Константин Головин. События. А в регионе сегодня привили 300-тысячного пациента. Им стала жительница Самары. Напомню, сегодня в области прививают тремя вакцинами. Как проходит процедура, расскажем в сюжете. Екатерина Кравченко стала 300-тысячной жительницей губернии, которая сделала прививку от COVID. Женщина работает в органах опеки. Ежедневно к ней на прием приходят множество людей. Для того, чтобы обезопасить и себя, и посетителей, Екатерина решила пройти вакцинацию. Многие из моих знакомых уже привились. Никаких побочных эффектов особо не было. Поэтому я приняла решение, что тоже можно сделать. В планах медиков привить 60% взрослого населения Самарской области. Сегодня в регионе есть все три вида вакцин. Гам-ковид-вака, пивак-корона и кови-вак. Все препараты в достатке. Пройти бесплатную процедуру может любой желающий старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Как в стационарных, так и в мобильных пунктах проконсультирует врач. Также работает горячая линия по номеру 122. Приходят совершенно разные категории. По статистике у нас около 50% это граждане старше 60 лет. Вакцинируются. Также приходят люди, имеющие хронические заболевания, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, злокачественного образования. То есть люди сейчас стали более целенаправленно приходить на вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции. Возможность привиться у жителей губернии есть и в майские каникулы. Поликлиники будут работать в обычном режиме. Есть два круглосуточных пункта вакцинации в Самаре и Тольятти, а также мобильные пункты в общественных местах. Кроме того, маломобильные граждане смогут вакцинироваться на дому. Для этого необходимо обратиться в свою поликлинику и вызвать мобильную бригаду. Мэри Елчан, События. Сделать прививку и тем самым обезопасить себя и близких может каждый житель Самары. На бесплатную процедуру решился и 66-летний житель города Владимир Овсянников. По словам медиков, рассчитывать на снижение заболеваемости и выработку коллективного иммунитета можно будет, когда свою дозу вакцины получит не менее 60% населения. Записаться на прививку можно на портале госуслуг или по телефону горячей линии 122. С детских лет мне делали прививки от многих болезней. И по жизни судьба меня, как бы так сказать, ну в общем эти болезни я миновал. Поэтому я в них верю и поэтому я пришел привиться от той болезни, от которой можно не вылечиться. А в Самаре продолжаются проверки торговых центров на соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Сегодня рейд прошел в Красноглинском районе. В магазинах проверяли наличие санитайзеров и соблюдение масочного режима. Были ли выявлены нарушения, расскажет мэрия Елчан. В преддверии традиционных майских выходных соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на объектах потребительского рынка на особом контроле и продолжается в ежедневном режиме. На этот раз с проверкой пришли в один из торговых центров Красноглинского района. Мониторинг прошел на общепите и в магазинах. В ходе рейда специалисты проверяли наличие санитайзеров, дистанционные разметки и соблюдение масочного режима. В условиях наших это все серьезно и строго. Если у клиента нет маски, мы обязательно им предлагаем на входе увидеть, у нас расположены маски, перчатки и средства дезинфекции рук. Все у нас это присутствует. Также нас, наша компания полностью обеспечивает, все сотрудники у нас в масках, перчатках. Все в этом у нас в плане отлично. Это необходимо, это защита прежде всего. Ну и все сотрудники, да, мы соблюдаем это. Главная задача рейда не наказать, а провести профилактику роста числа заболевших. Ежедневная плановая работа районной администрации в этом направлении уже показывает эффективные результаты. Так, в ходе сегодняшнего мониторинга специалисты нарушений не выявили. У нас в пять торговых центрах в районе, у нас шесть поселков, поэтому у нас результаты есть. Если с начала пандемии в 2020 году составлялось в день по три, по пять, то сейчас это в неделю делается. Многие относятся серьезно и с пониманием. С начала пандемии в Красноглинском районе было выявлено 190 нарушений. Материалы по выявленным фактам направляются в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для принятия решения. Напомним, за несоблюдение санитарного режима на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа на сумму от 500 до миллиона рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Мэр Елчан, Николай Сидоров, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарой уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что нового сегодня будет в экономике? Что будет с зарплатами? Наказание за выплату серой зарплаты усилит. Неофициальную оплату труда в России получают около 30-40% населения. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 30 апреля 74 рубля 38 копеек. Евро 90 рублей 15 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 67 долларов 53 цента за баррель. Совет Федерации подготовит предложение об усилении наказания за выплату серой зарплаты. Объем фонда неофициальных заработных плат в стране превышает 10 триллионов рублей ежегодно. Примерно 30-40% россиян, то есть порядка 25 миллионов человек, получают серую зарплату. Сенаторы Российской Федерации подготовят предложение по усилению ответственности для работы дателей за выплату работникам неофициальной заработной платы. Сейчас уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организаций, наказывается лишением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Разрешение Конституционного суда на изъятие в некоторых случаях единственного жилья у должников приведет к реализации дорогостоящего жилья, а также исключит различные ухищрения в попытках не отдавать долги, считают юристы. В среду Конституционный суд России признал непротиворечащим Конституцией нормы Гражданского процессуального кодекса о банкротстве, позволяющие судам обращать взыскание на единственное жилье должника. Нередки случаи, когда единственное жилье было дорогостоящим, но из-за того, что на заемщика не записано другое имущество, требования кредиторов игнорировались. Сейчас необходимо сформулировать норму права, при которой должник останется с определенной площадью с учетом интересов его семьи. При этом важно не игнорировать права всех кредиторов, которые у него присутствуют в процедуре банкротства. В России обнаружили максимальное количество поддельных долларов за последние 10 лет. Это следует из опубликованной статистики Банка России. Среди выявленных подделок большинство составила американская валюта номиналом 50 долларов. Всего в период с января по март обнаружили более 6 тысяч поддельных банкнот иностранных государств. Количество фальшивых рублей же сократилось более чем на 30% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Большую часть подделок составили пятитысячные и тысячные банкноты. Эксперты советуют быть бдительными, а в случае обнаружения фальшивой банкноты сдать ее в банк. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре приступили к ремонту Ракитовского шоссе. Впереди масштабная работа на протяженности свыше 60 тысяч квадратных метров. В ближайшие две недели дорожники будут заниматься фрезерованием. Со старта дорожных работ репортаж Марии Левиной. Тяжелая артиллерия на улицах города в Самаре приступили к ремонту Ракитовского шоссе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть ремонтируют на всю ширину. Магистраль приведут в порядок большими картами от Московского шоссе до улицы Магистральной. В последний раз дорогу ремонтировали перед Чемпионатом мира по футболу 2018. Относительно состояния дороги поступали многочисленные нарекания горожан. Ракита находится на особом контроле по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, которая неоднократно выезжала на объект, чтобы оценить ситуацию, своевременность принятия мер по поддерживающему ремонту. За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты профильного городского департамента и муниципального учреждения дорожного хозяйства следят круглосуточно. Объект достаточно имеет оживленное движение как легкового, так и грузового транспорта. Сейчас это въездные ворота в город. Объект требовал к себе пристального внимания и, наконец, приступили к работам по его ремонту. В ближайшие две недели специалисты займутся фрезерованием. Работать будут преимущественно ночью, чтобы не создавать помех автолюбителям. Кроме дорожного покрытия, по контракту предусмотрена замена люков смотровых колодцев на проезжей части. На данный момент производится срезка старого асфальтобетонного покрытия путем холодного фрезерования. Данный участок восстанавливаемого покрытия будет больше 60 тысяч квадратных метров. В смену будем стараться делать 4,5-5 тысяч квадратных метров. Далее будет идти укладка. Будут использовать асфальтобетонную смесь ШМА-16 также в районе двух недель. ШМА-16 – это новая асфальтобетонная смесь, которая на городских дорогах применяется с этого сезона впервые и гарантирует повышенные эксплуатационные характеристики. Новые материалы и новейшие технологии – это требования при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В обязательном порядке керны, пробы свежего покрытия будут направляться для лабораторных исследований. Мария Левина, Константин Головин. События. Традиционный дачный сезон в этом году стартует с 1 мая. Сейчас в Самаре завершаются все необходимые приготовления общественного транспорта, который повезет жителей по дачным маршрутам. В период пандемии необходимо обеспечить безопасность не только на дороге, но и внутри салона. Тему продолжит Михаил Ермоленко. До начала дачного сезона остается два дня. Уже 1 мая садоводы и огородники традиционно потянутся на свои участки. В период пандемии к перевозкам жителей особое внимание. На предприятии самарской компании-перевозчика автобусы продолжают активно готовить к дачному сезону. Впереди у нас праздничные дни, майские дачи, кладбище. И мы готовим свой подвижной состав после зимы. Мы обрабатываем весь подвижной состав специальным защитным средством, которое одобрено Роспотребнадзором. Мы моем внутри и снаружи весь салон. На 29 дачных маршрутов в этом году выйдет порядка 60 автобусов среднего и большого класса. Жители города смогут выезжать на свои садово-дачные массивы вплоть до 31 октября. При посадке в дачный автобус пассажиры должны быть в масках. Проверять их ношение будут сразу же на входе в салон. Точки отправления дачных маршрутов, которые отправлялись с площади Кирова, перенесены на традиционное место на улицу Фискультурная, к которому дачники привыкли. Все остальные точки у нас не поменялись. Это пересечение улиц Димитрово и Московское шоссе. Это улица Авроры. Это дом печати. Это, как я уже назвал, улица Фискультурная. Ну и еще ряд других точек. Всего 10 мест отправления дачных автобусов. Кроме поездок на дачу, в период майских праздников самарцы смогут посетить и городские кладбища. На 8 этих маршрутов также выйдет порядка 60 автобусов. Доехать до городских кладбищ на общественном транспорте жители города смогут 2, 9 и 11 мая, а также 19 июня. В дни перевозок по этим направлениям по дачным маршрутам автобусы следовать не будут. Ношение средств защиты органов дыхания на этом маршруте также будет проверять контрольно-ревизионная служба. На кладбище отправляются с Авроры, площади Кирова с улицы Фискультурной. Две точки отправления находятся в Краснодарском районе, на Мехзаводе и на Управленческом. Точка отправления на Хлебной площади. Курсировать общественный транспорт по сезонным маршрутам будет по расписанию, которое вы видите на своем экране. С ним также можно ознакомиться на сайте городской администрации. Также власти Самары просят обратить внимание и на стоимость билетов. Ее сохранят на уровне 2019 года. На маршрутах будут действовать и льготы. Они распространяются на поездке по садово-дачной транспортной карте, социальной карте и карте школьника. Михаил Ермоленко, Максим Гузев. События. В Самаре прошел конкурс татарской поэзии. Ежегодно он проводится в честь разных татарских поэтов. В этом году были избраны сразу двое. Выступить в поэтическом конкурсе изъявило желание рекордное количество чтецов. Попробовала себя в чтении стихов и наш корреспондент Гульфия Асафина. Первые самые главные строки стихотворения Габдулы Тукая давно стали гимном всего татарского народа. И переводятся они как и родной язык, и красивый язык, язык твоих папы и мамы. В Самаре подвели итоги конкурса татарской поэзии. 135 лет со дня рождения Габдулы Тукая и 115 Мусы Джалиля. В этом году представители татарского народа отмечают юбилей сразу двух своих выдающихся поэтов. Поэтому третий, Самарский, а теперь и межрегиональный конкурс татарской поэзии посвящен в этом году их именам. Это величайшая гордость нашего народа. И мы соединили двух этих поэтов в одном мероприятии. И у нас звучат произведения как Габдулы Тукая, так и Мусы Джалиля. К нам присоединилась Тюменьская область, Пермский край, Краснодарский край, Свердловская область, Чувашия, Татарстан. В поэтических состязаниях приняли участие 370 конкурсантов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Приветствовались как театральные постановки и поэзия, так и песни, сложенные на стихи. Эта песня идет как в восхвалении Татарстана. Соответственно, Габдула Тукай, которым посвящен этот конкурс, родился в Татарстане. Вот, соответственно, мы восхваляем его родной землю. На удивление, на всех конкурсах как-то волнуешься, здесь какая-то такая своеобразная атмосфера, семейная. Ну, из-за того, что я учусь в татарской школе, было намного легче учить татарский стих, но трудности были. Я учусь еще, только это выразительно рассказывать стихи. Было трудно, было много конкурсантов. И рассказывала я стих Габдула Тукай, Бейрембюгин. Что в переводе, сегодня праздник. Поздравление самарским татарам по случаю юбилейных дат и финала конкурса чтецов передала глава Самары Елена Лапушкина. Верю, что сегодняшний творческо-поэтический конкурс позволит создать важнейшие предпосылки для дальнейшего развития культурной жизни Самары на последующие годы. Привлечь внимание городского сообщества к вопросам развития и сохранения культурно-исторического наследия татарского народа. Финальным концертом конкурс не завершился. Теперь наступает этап рисунков. На произведения известных татарских писателей детям предлагается нарисовать иллюстрацию. Подводить итоги будут онлайн на сайте организаторов. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин